Активисты молодежного крылажа Ас-Отан помогают жителям поселка Кожевины привести в порядок дворы после паводка. Камыш, мусор, ветки и многое другое принесла на участки большая вода. Немало стихия и разрушила. Там, где буквально пару недель назад протекала река, побывала Ксения Куценко. Это улица Рыжова. Воды здесь уже нет, зато последствия паводка, как говорят, налицом. Более 20 домов в почетной стране пострадали больше всего. Теперь жителям поселка Кожевины предстоит большая и кропотливая работа по восстановлению того, что строилось и наживалось годами. Вода еще не ушла с огородов, зато в домах ее уже нет. Там теперь сырость и беспорядок. На окне Николая Артемьева хорошо видно, до какого уровня добралась стихия. Успели спасти домашних животных, коров и увезли к знакомым, кур поселили на крыше. Насколько было возможно, подняли повыше кое-какую мебель. Но убытков от паводка все равно очень много. Быстро, за ночь, все. Я уже вечером там маленько была, потом утром встали уже. Я в болотных сапогах уже не мог выйти. Вода уходит потихоньку. Много тут все нарушило. Все повытащили полно, длинолиум весь снимать. В каждом доме по улице Рыжова, где побывала вода, идет уборка. Фронт работ большой, на счету каждый человек. Помогать людям, пострадавшим от паводка, приехали активисты молодежного крыла Жасатан. С понедельника не все жители данного участка были у себя дома. И вот жители данного участка рассказывают другим своим соседям, что вот ребята приезжают, помогают с утра. И в связи с этим, наверное, те дома, которые были закрыты с понедельника, сегодня открывают свои двери. И мы вот начинаем работу именно в этих домах, где еще очень большой фронт работы. Давайте подстань, что вот здесь вот есть много. Надо все оставить, чтобы без мусора стоять. Весь двор Галины Розаковой в камышах. Здесь трудятся же сатановцы. Ребята активно работают граблями и лопатами. И за час убрали большую часть мусора. Но самое сложное впереди – восстановление дома. Если, конечно, саманная постройка еще будет пригодна для жилья. Все, что было, что годами нажито, ничего нет. Мы когда ушли ночевать, подняли просто все на стуле, на столы. Мы же не ожидали, что столько воды-то будет. Сейчас там все очень сильно сырое. Это все надо убирать. У меня весь дом был гипсокартоном обшитый. Сейчас этот весь картон стал, весь разгорбатился. Это гипсокартон сам отпадает. Его даже уже не трогаешь, он сам падает. И стены там рушатся. Спасибо ребятам, что вот они сегодня пришли мне здесь. Хоть немножко, чтобы можно было зайти. Собранный мусор молодежь выносит на проезжую часть. Там его убирает техника. Камазы и бульдозеры бесплатно предоставил Акимат Петропавловска. Ксения Куценко, Желдезбек, Ермуканов. Новости МТРК.